Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Как всегда, по вторникам мы говорим с человеком, о человеке, о мире человека. И вы знаете, у нас давно уже не было вот этой вот темы профессия. Как вы помните, мы начинали с мужских профессий, поскольку у нас радио в большой степени мужское, то, собственно, мы вот перечисляли мужские профессии, хирург, архитектор, дирижер. И вот сегодня у нас профессия, которая уже исключительно, по крайней мере, в российской культуре, в православной культуре является мужской, это профессия священника. У нас в гостях протеерей Александр Борисов. Добрый вечер. Добрый вечер. И вы знаете, может быть, для начала нашего разговора я зачитаю некоторые ключевые моменты из биографии нашего гостя, потому что это, мне кажется, выведет нас на очень интересные темы разговора. Родился он в Москве. С 1956 по 1958 год работал слесарем, зарабатывая трудовой стаж. С 1958 по 1960 год учился в Институте народного хозяйства имени Плеханова. В 1960-м перешел на биолого-химический факультет Московского пединститута. По окончании его работал в лаборатории радиационной генетики. В 1969 году защитил диссертацию по генетике. А при этом, что интересно, его оппонентом на защите был гениальный русский генетик Николай Владимирович Тимофеев-Рисовский. Вот кто читал Даниила Гранина, Зубр — это о нем. В 1972 году оставил научную работу и по благословению своего духовника отца Александра Меня поступил в Московскую духовную семинарию. В 1973 году ее окончен, рукоположен сан диакона. В 1973 по 1978 год учился в духовной академии. И в 1989 год, то есть с большим таким зазором, был рукоположен сан священника. И ныне он настоятель храма святых бестребреников Косме и Дамьяна в Шубине. Ну, из общественной деятельности был депутатом Моссовета в начале 90-х, был членом комиссии по вопросам помилования при президенте. И, ну, я думаю, еще мы поговорим о многом деятельности вашего прихода. Вот такая вот интересная биография из науки в православии. Да, физики и клирики, как сейчас говорят. Очень интересный переход, о котором мы поговорим. Но первый вопрос, который я хочу задать, это профессия и призвание. Это вообще можно ли так говорить, профессия священника? Это профессиональная деятельность? Ну, это, конечно, звучит непривычно, честно сказать. Хотя, конечно, понятие профессионализма и здесь уместно, но как-то это не очень принято. Скажем, надо назвать работой службу священника, но как-то не принято. Говорят, что это служение. Служение, да. Вы знаете, у меня как-то есть один знакомый английский, англичанин, он член парламента, но он из священнической семьи. И вот как-то я говорю, мы по Москве ходили, он говорит, я ему говорю, вот смотрите, у нас работающая церковь, так сказать, working church. Он говорит, неправильно, надо говорить о praying church. Это, так сказать, молящаяся церковь. Да, молящаяся, да. Вот, так что, и тем не менее, вы согласились бы вот с этим определением, что священничество это еще и профессия? В каком смысле? Ну, то, что требуется определенный объем навыков, определенное некое специализированное образование. В том, что это даже некая такая корпоративная клановость существует. Ну, да, да, не только клановость, а просто какая-то такая жесткая структура достаточно, четко выстроенная, с таким послушанием вроде похожего на армейскую. Ну, в этом смысле, да, конечно, можно сказать. Ну, просто это непривычные. Ну, я понимаю, мы здесь следуем Максу Веберу, у которого вот эта вот знаменитая статья есть. Наука как профессия и призвание, политика как профессия и призвание, вот, собственно, о служении священническом. Ну, скажите нам, как, собственно, приходят люди, как это в вашем случае произошло? То есть, как часто это передается по наследству, да, вот, скажем, как в 19 веке все-таки было сословие, достаточно закрытое. Сейчас это более-менее открытая вещь. Вот как в основном люди приходят? Ну, приходят, я думаю, по-разному. Сколько людей, столько путей. Поэтому так о всех говорить, наверное, сложно. Ну, из вашего опыта, из ваших встреч, какое, так скажем, ну, процентное соотношение людей, которые уже семейной традицией к этому были подготовлены, которые из воцерковленных семей? Конечно, как правило, все-таки из воцерковленных семей и в советское время. То есть, не обязательно это были дети священников, хотя, по большей части, да, но не всегда. Но, конечно, как правило, это все-таки из семей, где, ну, мама, там, папа были верующими, несмотря на все трудности советского периода. И дети вот избирают такой путь. — А вот, так скажем, со стороны из атеистических семей люди, которые вообще, так сказать, в какой-то момент обратились в веру? — Это тоже бывает, потому что, в сущности, у нас хотя была, то, что называется сейчас, неполная семья. Отец и мать разошли еще до войны, вскоре после своего рождения, где-то там, в сороком году. И мама была, в общем, человек неверующим, хотя, относящийся к церкви, ну, можно сказать, с уважением. Всяком случае, она никогда не как-то позволяла каких-то вот таких высказываний антицерковных. Ну, так относилась к этому, как что-то такое не то. Но, во всяком случае, никогда не кощунствовала, это точно. И вот мой приход к вере был благодаря такому очень раннему знакомству с семьей царя Александра Меня, будущего еще. Я просто с первого класса выбрал дружить с его братом Павла. Мы учились в этом классе. — Извините, но вы не были крещены в детстве? — Нет. Я был крещен уже два года спустя после школы. Потому что даже все время, пока мы учились, мы дружили, мы там проводили массу времени вдвоем, развлекались, каток, там, пятое-десятое, всякое полагается. И вот через два года после окончания школы, когда я в один прекрасный день вдруг понял, что вот что-то есть, что есть за, видимо, прекрасным миром какое-то духовное начало, вот мне, в общем-то, было куда обратиться сразу. И в отличие от многих людей, которые свой поезд начали, там, йога, восток, там, еще что-нибудь, я буквально сразу уже в тот же день, я понял, что если Бог есть, то мне надо идти, конечно, в православную церковь, потому что я уже о ней знал из этой прекрасной семьи, которую любил и бывал учить не каждый день. — Извините, в тот же день? То есть был день, был некий толчок, было некое откровение? — Да, 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 можно так. То есть я решил, ну, куда теперь идти, ну, раз я родился в России, значит, я должен идти в русско-парославную церковь. — А если позволено спросить, с чем это было связано, откровение? Вот вы сказали, прекрасный мир, может быть, это с каким-то осознанием красоты мира? — Да, да, да. — Что за этой красотой должен быть какой-то умысел? — Да, я был на одной загородной станции, по-моему, Пушкина, вот ждал электричку, тихий летний вечер замечательный, солнце там садится и прочее, все красиво. И вдруг пришла мысль, что не может быть, чтобы за этой красотой ничто. Значит, что-то должно быть. А если Бог есть, то все, что делала эта семья, которую я хорошо знал и любил, это все правильно. И потом мне пришла такая простая общая мысль, что если бы Бог хотел, чтобы я стал там идуистом, там, ну, и исламистом и так далее, он мне родил в другом месте. Коль скоро я родился в России, в Москве, то, естественно, путь от русско-прославной церкви — это то, куда мне надо и направлять свои стопы. Тем более, что было легко, потому что рядом вот эта верующая семья. Я на следующий день, так сказать, прибежал к Павлу, Павел, давай рассказывай мне там про вашу веру, что это такое и так далее. И потом я, вот это было где-то в начале июня 58-го года, я готовился к очередному поступлению в институт. И его мама меня стала готовить к крещению. Мы читали Евангелие, там, молитвы учили, все такое. И потом вот перед поступлением я принял крещение. Это, конечно, было все так в секрете, втайне, это не как сейчас там приходит. Я крестил мне очень известный тогда московский священник отец Николай Голубцов. Он же закотали за два до этого крестину Светлану Сталину. В частности, чем известно, об этом написала в своих воспоминаниях. Аллилуйя. 20 писем к другу и другие. Так что вот. Ну вот интересно, готовились к поступлению. Сейчас я спрошу, но тем не менее, вот тоже не хочу не отметить, что это произошло июньским закатом на станции Пушкина. А вот вы знаете, что, ну сколько там, за 20 лет до этого практически такой же эпизод июньский закат на станции Пушкина подвиг Маяковского, к разговору с Солнцем. Вот это вот совершенно разные выводы. С одной стороны, такой фактически фаустовский рационалистический проект, вот это вот такой солярный, да, из чего вырастает советская цивилизация, диалог человека с Солнцем. В вашем случае это такое, как, не знаю, у Франциска Осидского, что, да, что ли, такая красота природы подвигает вас. Да, да, наверное, так. Ну, вообще, я с детства очень любил вообще всё живое, я совершенно определённо знал, что я хочу быть зоологом, там, биологом. С детства мальчиком, ну, мама мне рассказывала, я сам немножко помню, мне жалко было рвать цветочки, ходить там по траве, там, всякая живность вызывала мне всякое такое внимание, любовь. Там всякие рыбки, птички, там, кошки, собаки и так далее дома, маленькой комнатке. Вот так что, вот это, наверное, естественное продолжение. То есть то, что там было, там, с Антонием Падуанским, Франциском Осидским, у нас, наверное, с Сергием Радонежским, да, вот эти вот такое. Ну, да, там что-то в этом роде, наверное, да. Извините, а вот я хочу, прежде чем продолжить разговор, немножко вот такая вот тема, которая меня всегда очень интересует в отношении христианства и природы. Потому что я вот очень много над этим задумываюсь, я сам, так сказать, человек природный, очень трепетно относящийся ко всякой, так сказать, ко всякой божьей твари, к всякой вот всей этой травинке, букашке. И вот то, что вот рассказ о сотворении мира, да, то, что человек поставлен начальником над всем вот над этим, как в последний день творения, вот это вот христианство, мне кажется, такой достаточно жесткий какой-то подход по сравнению, скажем, с буддизмом, где одухотворено все, да, каждый камень, каждая идея. А вот в христианстве дух изъят из вот этой вот природы, вручен только человеку, и человек поставлен начальником над этим, над всем. Да, но вся тварь, она, тем не менее, создается, так сказать, мудростью Божией, Божьим таким порывом, любовью к всему живому. И человек, в общем, этим тем самым отмечается, его главенство еще положения, его тем самым ответственность. И когда Бог во второй главе книги Бытия поселяет Адама в Эдем, в райский сад, еще не сотворены никакие там еще животные, ничего этого еще нет. Вот, глава вторая, она отличается по вот рассказу о сотворении мира, то поселяет туда с тем, чтобы он хранил и возделывал этот сад. То есть это как библейское задание человеку на всю последующую... Природа вручена ему для... На всю последующую историю. ...для сохранения. Да, и тем самым подчеркивается вот это радикальное отличие человека от всех остальных там тварей. Ответственность. Да, не только ответственность, а вообще, по сути, в нем образ и подобие Божие. Ни про что другое это не говорится. Человек, его деляет пропасть от самой умной обезьяны. Ну вот, возвращаясь к вашей биографии тогдашней, значит, вы одновременно, собственно говоря, одной ногой креститесь, вступаете в мир православия, а другой идете в самое, что не есть, в тот самый спор физиков и лириков, в генетику, в биологию. Вступаете. Как это? Здесь нет противоречия? Ну, во-первых, это прошло позже, а потом совсем нет. Почему? Потому что если природа отухотворена, если природа творение Божие, прекрасное, красивое, то здесь как раз вот все нормально. Вы знаете, отец Исамин в свое время говорил очень такую интересную вещь, что человек встречает Бога, ну, главным образом, вот в трех направлениях. Это в любви, в творчестве и в природе. Для вас, ну, природа в таком, может быть, я не знаю, доистическом смысле, как в природе человек видит Бога. И для вас никогда за период вашего обучения, написания кандидатской диссертации, затем работа, как это вот Институт генетики тогда стало называться, да? Да. Вот. Не возникало противоречия между рационалистическим миропониманием и божественным смыслом всего этого? Нет, наоборот. Всегда вот раскрытие каких-то вот закономерностей в природе, раскрытие вот всей этой генетической картины мира, это всегда было какой-то вот акт удивления, восхищения, той премудрости, которая вложена во все творение. Когда потом этих мушек там, смотришь по доверечениям, это такая красота всегда. Как все мудро придумано. И красиво, не только мудро, но и красиво. Хорошо, а как же тогда с эволюционной теорией? Это либо креационизм, либо эволюционизм? Ну, конечно, эволюционизм. То есть вы эволюционист? Конечно. И вас, насколько я знаю, за это критикуют ваши... Ну, кто-то критикует, кто-то нет, но просто человеку получившись на биологическое образование и занимавшись биологией, биология как-то очень трудно себя втиснуть в рамки креационизма. Поэтому и вопрос. И как это совмещается, собственно, вот с этим, как, грубо говоря... То есть у вас ни разу не возникало проблем с этим в лоне церкви, с вашим саном и, собственно, иерархической структурой? Ну, знаете, это как-то не включается в догмат, в догматы церкви. Нет? Поэтому здесь как бы в науке мнения вполне вольны в этом плане. Так что здесь проблемы нет. А есть еще священники, которые, так скажем, не исповедуют, а верят, даже не знаю, какие слова найти по эволюционизму. Конечно, конечно. Ну, понимаете, какая вещь? В Дарвина. Нет, ну, что значит, верить или не верить? Нет, нет, слово не то. Я даже пытаюсь найти правильное слово, ну, исповедовать. Согласен, да. Согласен, да. Но дело в том, что, знаете, я вот первую главу книги «Бытие», сколько я себя помню, я воспринимал именно как первую эволюционную, ну, не книгу, статью, если хотите. То есть эволюция, от простого к сложному. То есть просто рассказанное другими словами об одном и том же? Конечно, конечно. Теми словами, которые мог понять кочевник вот за три тысячи лет до нас. Ну, то есть, грубо говоря, вы знаете, я тоже сам иногда приходил к этой мысли, что Библия, ее не надо понимать буквально, а священная история, особенно, да, первые книги «Бытие», это некий метафорический рассказ о неких космологических таких процессах. Понимаете, ведь для нас в Библии важна прежде всего духовная оценка. Вот те проблемы, которые, скажем, описываются как грехопадение, как нарушение запретов кушения дерева добра и зла, зависть Каина Кавелю и убивает Абель и так далее, вот, и последующие все, так сказать, человеческие фокусы, понимаете, все это остается тем же для нас сейчас, оно не меняется. Люди те же самые. Всегда, когда что-то происходит, он чем-то виноват, нарушил, он ищет всегда причину, в ком-то оправдаться, что это не я, я съел, потому что у меня жена, которую ты же мне дал, она мне дала, виноват кто-то. То же самое для Каина. Вот Абеля жертву принял, значит, он хороший, а я плохой, давайте я сейчас покажу, какой я плохой. Убивает его, ну, уже Бог деваться некуда, будет только меня любить. Ну и так далее. То есть эти нравственные проблемы, духовные проблемы, они остаются неизменными с первой же страницы Библии. Что касается описания, рассказа об этом, конечно, это рассказ, но из черты мифа в возвышенном смысле слова. Например, вот в чем, скажем, ценность детских сказок. Потому что через занимательный рассказ ребенку передаются какие-то очень важные нравственные вещи. Ну да, то есть, естественно, если воспринимать Библию как миф, как библейский миф, это, конечно, другой совершенно подход. Но миф как философия древних, не миф как некая выдумка. Это все такие не греческие мифы, где проекция взаимоотношения людей, там, зависть, обманы, пятое-десятое. А здесь же очень возвышенный миф. Здесь впервые Библия рассказывает о Творце Мира, который творит из любви, который делает человека свободным, который с любовью созидает весь мир. Видел, что все хорошо весьма. Понимаете, во всех других космогониях. Там это делает, там, борьба богов, злого доброго начала, такое неустойчивое равновесие. Человек творится как по капризу богов, что он должен там их питать, жертву приносить и так далее. И вот уникальность Библии в том, что вот этот рассказ о любящем боге, который творит мир из любви к нему, который не имеет других конкурентов, он единый. Это откровение, действительно, которое было в древневрейском народе. Потому что это ниоткуда не было заимствовано. Все окружающие народы и культуры имели другой взгляд. Многобожий, там, все это совершенно радикально отличалось. Но изначально-то бог кочевников и иудеев был достаточно жесткий и грозный бог. Это другое дело. Собственно, вот я там помню, вспоминаю там Томса Мана, читая Иосифа и его братья, как он рассказывает. Это бог, требовавший крови, бог, требовавший приношений. Это очень жестокое племя, кочевавшее по хустыне. Ну, знаете, это еще интерпретация. Вот, все-таки, на самом деле, бог творит мир из любви. И бог с любовью поселяет человека. Вот дает ему, так сказать, такое замечательное задание. Создает ему помощника, там, Еву, там, ну и так далее. Все это пронизано такой вот именно любовью и красотой. Ну, то есть, продолжая этот разговор, для вас вы не видите противоречия, то, что вот сейчас большая дискуссия идет по поводу кафедры богословия в МИФИ. Как вы это оцениваете? Я оцениваю это хорошо, потому что я помню, что в МИФИ преподавал наш священник отец Георгий Чистяков. Человек необычайно высокого уровня культуры, образования. И там студенты с интересом слушали. И, насколько я слышал, некоторые студенты как раз приветствуют это. Потому что и физики встречаются со многими философскими, в общем-то, уже богословскими проблемами, когда касаются, так сказать, первых основ бытия. Так что, наверное, здесь ничего плохого нет. Эйнштейн тоже в какой-то момент, по-моему, об этом говорил, когда он наблюдал квантовый переход. Да, он говорил именно о том, что весь мир – некая такая прекрасная загадка. И что человек, не лишенный чувства удивления, он лишен некого очень важного чувства. То есть он не говорил о Боге как в каком-то конфессиональном смысле, но именно как первое начало, первая причина мира, несомненно, он это чувствовал. Ну там, вы знаете, я, к сожалению, сейчас на такой уже, на очень зыбкой территории, в которой не являюсь специалистом, но из тех каких-то отголосков, которые до меня доносились, существует некий антропный принцип в физике. Да, да, да. Где, так сказать, для… допускается уже на высших степенях, да, обобщение, приблизаясь к таинным основе материи, так сказать, появление, невозможно доказать какую-то теорему без появления какого-то антропологического принципа. Ну, скорее, речь не о том, что некоторые свойства элементарных частиц изначально, там перечисляясь больше 20, эти свойства могли быть разными. Но они сложились именно так, что стало возможным физическая эволюция элементов, химическая эволюция, биологическая и так далее. То есть они как бы заранее, если бы они были немножко иными, параметры эти, то не было возможно жизни человека. Вот, как бы вот изначально некий антропный принцип, который как бы уже заранее готовит квартиру для человека. Ну да, к появлению жизни. Ну, в общем, как я понимаю, для вас не существует абсолютно противоречия между сциентизмом, да, между научным принципом, научным рационализмом и... Нет, я совершенно согласен с Ломоносовым, который говорил о том, что Бог дал человечеству две книги — Библию и природу. В одной показал свою волю, в другой — своё могущество. И человек призван изучать обе. Они не могут противоречить, потому что они из одного источника. Мир создан Богом, Его мудростью. Религия — это поиск человека, связи с Богом. И в христианстве, в Библии, откровение Бог себя открывает навстречу человеку. Так что всё это происходит из одного источника. И между нему не может быть противоречия. Если нам кажется что-то противоречивым между наукой и религией, значит, мы что-то неправильно понимаем. Или религию, или науку. Сейчас, в 21 веке, существует кризис научного знания? Да я не знаю. Для этого надо заниматься наукой. Насколько я вот как генетик что-то отслеживаю и читаю, кризиса нет. Есть замечательный поиск, замечательное открытие, в общем-то, неожиданное совершенно открытие часто. Ну, там, в области биологии, эволюции, там, и так далее. То есть, рассказывается так много интересного, чего где-то 30 лет назад невозможно было представить. Я даже не говорю, там, ген-инженерии и прочее, а, скажем, ну, такая простая, в общем-то, вещь, критерии вида. Ну, что такое вид? Мы знаем, что здесь кошка, собака, там, и так далее. А вот, скажем, собака, волк, лиса, это что, виды отдельные? Критерии, скажем, нескрещенности исчезают, потому что многие растения, животные близкие скрещиваются друг с другом, и потомство иногда плодовит, ну, прочее. То есть, вот, понятие вида стало таким еще размытым. И открывается масса интересов, масса механизмов, которых Недарвин и Мендель даже не могли себе представить. Хотя принцип, как сказать, отбора сохраняется, но скорее на эволюции вот вида, внутри вида, а не на эволюции, скажем, вот крупных таксонов. Почему я спрашиваю здесь о кризисе научного знания? Здесь я немножко, может быть, шире, чем о науке. Я говорю о неком таком более широком кризисе современной цивилизации, цивилизации модерна, последних пятисот лет, декартовской цивилизации. Ну, я думаю, что это кризис, скорее, не научно-духовный. Здесь ложные пути человека, который стремится к богатству, причем к богатству, которому нет необходимости. Забить цели своей жизни, для чего он живет, или просто не имеет цели, а только удовольствия, развлечения и так далее. Вот в этом кризис, то есть вот та главная заповедь хранить и возделать, которая дана, вот она забывается заповедь от любви ближнего, о том, что именно она созидает, о том, что такое любовь. Это не только, так сказать, сексуальное удовлетворение, это что-то другое, гораздо вшире. Но вот в этом главная проблема современности, когда в погоне за богатством люди забывают о том, для чего это. Потому что, скажем, вот есть такие слова в Евангелии, никто не может служить двум господам, Богу и богатству одновременно. Или будет одно заботиться, о другом не родить, или одного будет любить, другого ненавидеть. Если на место Бога подставить любое дело, скажем, медицина, охрана правопорядка, нельзя служить медицине и деньгам одновременно. Если врач будет думать не о том, как пациента вылечить, а как из него побольше вложить денег... Ну, это именно, однако, то, что и происходит. Но, смотрите, не является ли в этом повинным, собственно, принцип гуманизма, который в том числе развивался внутри христианства, просто сейчас появился атеистический гуманизм, то, что, по-моему, Тейер де Шарден называл. Ну, это не гуманизм, это гедонизм. Это стремление обязательно к наслаждению. Это отсутствие понимания того, что жизнь нам дается как некое трудное задание. Путь, в котором есть и радости, и трудности. Представление о том, что, да, в мире существует зло, как метафизическое, так и физическое. И задача человека — выбирать путь добра. Когда человек тратит бешеные, невероятные деньги, там, на свадьбу, там, на яхту, там, на самолет, без которых, в принципе, можно обойтись. Вот мы сейчас имеем кризис транспорта, вот, да, сейчас вот мы слушаем передачи, там, еще снег, там. Пробки. Пробки, там. Ну, собственно, да, всем надо ехать в машинах. Девять баллов и так далее. Как правило, ты смотришь, в машине есть один человек, да? Да. Вот, ну, редко два. Если бы он ехал на метро, ну, там, конечно, было меньше потестей, но на улице было свободнее. Люди, которые предпочитают, так сказать, хорошо ехать, чем плохо идти, вернее, плохо ехать, чем хорошо идти, Ну, что ж, да, передаем наш привет всем, кто сейчас, может быть, сидит в московских пробках, а сами уходим на небольшой перерыв. И снова добрый вечер. Это программа «Археология». Говорим сегодня с протеереем Александром Борисовым. Такая немножко странная для него звучащая тема – профессия священник. Говорим о том, как становятся священниками, о том, каково быть священником в современном мире и, в частности, в современной России. Вот мы поговорили о том, что... рациональностью одной и, собственно, вот этим вот гедонизмом с тем всем, что заложено в современной цивилизации, цивилизации модерна, цивилизации последних 500 лет, невозможно исчерпать человеческую жизнь. Ну вот не так ли получается, что сейчас, последние лет 30, может быть, наступает то, что Бердяев называл почти 100 лет назад новым средневековьем? То есть, понимаете, в качестве реакции на вот этот вот гедонизм, безудержное потребление, приходит запрос на некую архаику, на базовые фундаментальные ценности, которые может быть достаточно, так сказать, гуманным, но, с другой стороны, он принимает виды там исламского терроризма, исламского фундаментализма и любого другого христианского православного фундаментализма. Как вы к этому относитесь? Я довольно плохо знаю ислам, но то, насколько знаю, конечно, это вызывает тревогу. Прежде всего потому, что при любой форме православного фундаментализма или христианского всякие изначально в Евангелии говорится о любви, не только к ближнему, даже к врагам. Этого нет ни в одной другой религии. Это уникально для христианства. В христианстве высшую ценность представляется человек. Человек — это не средство для построения империи, государства, армии. Это цель. Цель — создание всех. И все их структуры, они призваны к тому, чтобы человеку было хорошо. Но вы здесь говорите, что христианство как-то... Возвеличиваете христианство перед остальными религиями? Нет. В данном случае я говорю о том, что только христианство несет в себе вот такие вот удивительно нравственные, уникальные начала, как любовь к рогам. А буддизм? Там ко всем ровненько, так сказать. Там и, собственно, и Бога нет. Так все в своем месте расстроено. Ну, там Бога нет, но там есть понятие, скажем, ахимсы, понятие мира всеобщего. Там, собственно, даже и нету этой дихотомии друг-враг. Она снимается изначально. Да, в этом отношении, конечно, есть известная близость. Но дело в том, что в христианстве есть еще личность Христа. Личность того, кто нам это раскрывает, показывает в своей жизни, и кого принимая в сердце, мы как бы меняемся. Как апостол Павел скажет позже. Не я живу, а живет во мне Христос. Знаете, это вот не где-то там, а то, что Иисус воскресший говорит, я с вами во все дни до скончания века, это не просто красивая фраза, это то, что человек действительно в себя принимает. Ну, знаете, да, это все так, но мне сложно эти слова вспоминать, когда я смотрю на клирикализацию, которая происходит и в России, и в других странах. Вот, скажем, ваше отношение к нынешней, ну вот возьмем российскую жизнь, последнего даже года практически, вот клирикализация российской жизни. Примерно год назад, я помню, мы сделали эфир, когда привезли поезд Богородицы в Москву, и совершенно невиданный был, да, с такой общественный отклик, чуть не был там миллион человек, 800 тысяч человек, по-моему, посетило. Вот, и вот эта проблема встала во всей своей многомерности. И вот после этого пошли все известные события. Хочу понять ваше к этому отношение. Это какой-то глобальный тренд, вот такого вот, то, что я называю неоархаикой? Ну, понимаете, люди идут вот в очередь от огромных пояса Богородицы, потому что в них есть здравые чувства высшего, высшего, от которого зависит наша жизнь, который является источником нашей жизни, источником вот для нас радости, смысла и так далее. Вот, это принимает такие, ну, может, для всех понятные формы, но за этим стоит именно это. Все-таки духовная жажда. Понимаете, человек стоит, вот по учению христианства, человек стоит из трех частей – тело, душа и дух. Поэтому, соответственно, нам необходимы три вида пищи. Телесная, с этим понятно, душевная, музыка, книги, природа, общение, друзья и так далее. Вот, и духовная. А духовная пища – это молитва, это именно то, что имеет отношение к связи с Богом. Ну, знаете, вот это вот, смотря на эту очередь, я иногда сомневался, что люди стоят, особенно тех, кто туда там и без очереди проходил. Мне кажется, здесь было очень сильно связано с тем, что вы в вашей книге, в частности, говорите об обряда верии, да, нынешних русских. Ну, это не обряд. Люди, люди, люди идут вот за это, вот это вот культ святынь, который, в конце концов, смотрите, рядом же в церкви Ильи Обыденного те же самые частички этого пояса лежали, люди туда годами не ходили. А тут вдруг массовое такое попсовое, не побоюсь этого слова, мероприятие, и выстроилась эта очередь на 24 часа. Ну, там как-то не бросили внимания, здесь об этом сказали. Какой-то эффект вот возникшего порыва к этому. Я не вижу в этом ничего плохого. Я там сам был в храме, служил молимен, в это время там по разнарядке мы служили. Вот это было хорошо и правильно. И я видел, что это люди молодые, все, так сказать, вполне никакими, я бы сказал, осознанными лицами. То есть вот этот порыв, он какой-то вот такой вот формы. К вопросу о клирикализации жизни. Вы согласны вообще с этим определением, учитывая, что церковь распространяет свое влияние на сферы общественной, политической, публичной жизни, экономической жизни, в которых она раньше не присутствовала? Ну, конечно, в советское время она не могла присутствовать. Да я вот и с девяностыми даже, и с нулевыми сравниваю с двадцатилетием нашей относительной свободы. Ну, смотря, что здесь называют клирикализацию, я думаю, что, конечно, всякое стремление как-то вот навязать все это, оно едва ли получит какой-то отклик. Так что я думаю, что здесь ведь, наверное, связано не с клирикализацией в этом смысле, вот церковь входит в какие-то сферы новые, непривычные для нас, а в том, что многие служители церкви являют нехороший пример своим поведением. Шикарные машины, там, на которых еще и людей сбивают, там, так далее. Это, конечно, такая очень мощная антипроповедь. И в этом смысле, наверное, я думаю, ну, собственно, да, зная деятельности вашего прихода, вас, наверное, очень смущает коммерциализация церкви, которая произошла, ну, так скажем, все-таки в последние двадцать лет. Вот. Ну, конечно, в этом нет ничего хорошего. У нас абсолютно точная банка предупреждает, что нельзя служить двум богам, Богу и Мамоне. Вот. Будет обязательно не родить о Боге, там, о церкви и так далее. Примеры. Понимаете, для церкви важно понимать, что мы идем за Христом. Для нас церкви – церковь святых. Если мы посмотрим на жизнь прославленных святых, Серафима Саровского, Сергея Раджи, там, Макария Глухарева, воина Синевского, ну, кого ни возьми. Это люди все бескорыстные, потому что для них хватало Бога. Понимаете? Им не надо было какого-то богатства, там, почести и все прочего. Вот этого уже хватало. Потому что, на самом деле, это пища, которая заполняет все. Если этого нет, вот из этих трех видов пищи духовное отсутствует, то тогда и начинается уклон в телесную, душевную, там, музыка, там, эти. Ну, в последнее время как-то очень много этой антипроповеди появляется, и все эти разоблачения относительно фонда Храма Христа Спасителя, все эти ООО «Врата-1», «Врата-2», и не хочется даже упоминать. Ну, вы знаете, вот насчет разоблачений, там, знаете, тоже много какого-то очень странного, потому что когда я слышал там вот такую передачу, где этот критик в коммерческой жизни церкви стал говорить, что нет, вот канонами запрещено в Храме права. Какими канонами? Где канонами? Где он читал? Пусть даст ссылку, так это абстрактно звучит. Ну, изгнание торгующих из храма только. Это не каноны, это эпизод евангельской жизни, когда действительно там наживы было и все прочее. А как он себе представляет? Он говорит о том, что надо вот, по крайней мере, за сто метров поставить эту церковную лавочку, где, значит, вот свечи покупаются. Как, представляете, люди идут в церковь, да, зима, в снег, они должны за сто метров где-то отойти купить эту свечку, потом с ней, или там книжку, там, или что, с ней идти в храм. Это все просто нелепо выглядит. А как вы считаете, может быть, нам по немецкому пути лучше пойти, скажем, чтобы люди записывались в определенную церковь и платили вот там церковный налог есть? Скоро православные люди. Я думаю, что это еще рано. Люди предпочтут все-таки... Есть какие-то сложившиеся традиции, и поэтому вот перевести сразу на такие рельсы, наверное, это неправильно. Я думаю, что мне правильнее все-таки вот какой-то определенный, более внимательный отношение к подбору кадров, что ли. Кадр решает все, как мы знаем, вот при рукоположении. И эта проблема будет постепенно как-то решаться. Пока это рано. Понятно. Проблема отношений с властью. Здесь, ну, прежде всего, скажем, ну да, РПЦ и руководство РПЦ и власть в последнее время. Есть ли у нас в России реальное разделение церкви и государства? Ну, в общем-то, конечно, есть. Конечно. В смысле, вот то, что мы, наша служба, наши, так сказать, церковные там праздники, события, действия и так далее, они все происходят, в общем-то, по инициативе нашего церковного руководства. Другое дело, что, вероятно, может быть, какие-то действия, так сказать, властями подталкиваются. Но вот на низовом уровне, вот уровне прихода, мы это все не чувствуем. Ну да, я поэтому уточнил, как бы на уровне верхушки РПЦ. Что касается... Ну, вы являетесь на уровне прихода все-таки получателями этих политических сигналов. Ну, смотрите, вот такой вот вопрос. Я сейчас не про вас приход говорю, не про ваш приход, а в принципе вообще. Скажем, насколько церковь должна поддерживать существующую власть? Я понимаю, что это, так сказать, Ектению, да, по-моему, включено моление о властях. Вот, но вот, скажем, если вы видите очевидную несправедливость существующей власти, насколько церковь на уровне прихода должна поддерживать вот эту вот, скажем, очевидную прихожанам несправедливость? Ну, мы говорим о тех грехах, которые есть в окружающем нас мире, не указывая на кого-то пальцем, потому что грех коррупции, он, так сказать, на всех может распространяться. Когда мы говорим о том, что мы действительно должны прежде всего истечить и прежде всего царство Божие, правда его, вот, то мы начинаем с себя. Что толком там будем критиковать кого-то? Жизнь человека начинается вот здесь. Понимаете, христианство, я скажу, в отличие от ислама, оно радикально различает политическую государственную жизнь и жизнь личную. Богу Божию Кесарю Кестареву. Была же все-таки церковь борющаяся, церковь, которая боролась активно, в конце концов, не мир я принес, но меч, и Петр, и Петр, собственно, с мечом. Нет, 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 понимаете, когда Петр пришел с мечом, то Господь сказал, убери, взявший меч от меча погибнет. Вот эти знаменитые слова, вот хорошо, что вы их вспомнили. Понимаете, если мы почитаем текст за ними, то речь идет, что будет вражда между невесткой и свекровью, между теми родителями и так далее. Речь идет не о других странах и народах, и верах, против которых вот я принес меч, а что внутри, вот те, кто самые близкие, они разделяются, потому что выбор духовный, вот, он оказывается более важным, чем родственные связи. Когда Господь говорит, там, пришла мать твоя, вот, брать твою, взять тебя, хотят, что-то ищут тебя, вот, он сказал, кто мои братья мои? Вот, посмотри вокруг, кто исполняет волю мою. Но все-таки, смотрите, церковь, даже если взять, там, я не знаю, катакомбную церковь, если взять нашу, там, то, что вот ваше начало служения, там, и 60-е, и 70-е годы, ведь не было же такого освящения власти, и было ясное ощущение, и, наверное, оно и на уровне церковной проповеди проводилось о том, что эта власть безбожна, о том, что эта власть не, как бы, нельзя ее санкцией. Я все понимаю, но на уровне проповеди это не было, конечно, никогда, это нельзя даже помыслить себе, чтобы где-то в 60-е, 70-е годы это могло звучать в проповеди. Такого батюшка его сразу, так сказать, сняли с прихода, и все. Хорошо, тогда... Потому что, знаете, в этом нет необходимости. Нет, я имею в виду, не в приходе, извините, что прервал, не в приходе, потому что я имел в виду, а вот, скажем, в уровне, не знаю, там, разговоров со священником, в том же, не знаю, круге отца Александра, там, у Георгия Чистякова. Ну, вы знаете, все равно всегда речь обращалась к духовной ценности. С критикой, так сказать, неправильных политических действий власти, с ним, в общем, все понятно. Понимаете, эпизод вот с известным письмом, Шлемана и Якунина, по поводу, вот, обязательно регистрации к Кристинам и так далее. Вот это такой яркий эпизод, в котором все это высвечивается. Вот, скажем, их близкий друг, отец Александр Мэнь, он не стал подписывать это письмо, потому что он прекрасно понимал, что за этим последует их запрещение, и церковь лишится двух хороших священников. Что и произошло. Была же, да, извините. Церковь всякие другая. Не критики. Критиковать власть достаточно светских СМИ, и это все, они с этим делом справляются. Церковь должна всякие не просто критиковать. Конечно, она даже нравственная камертона в обществе. Но чтобы им быть, она должна иметь, соответственно, сама уровень. Проповедь своей жизнью, своими делами. Отец Александр, ну была же, все-таки, скажем, другая позиция. Сейчас поговорим, скажем, о католической церкви. Я даже не буду брать теологию освобождения в Латинской Америке, а вот возьмем Карли Войтылу, скажем, польская церковь, в борьбе с коммунистическим режимом. Она же заняла бескомпромиссную позицию, и она своего-таки добилась. Правильно, но она заняла очень такую осторожную позицию. Это не было демонстрациям политическим, все такое. Понимаете, это была позиция такая, ну, что мы не разделяем эти ценности. Мы живем другой жизнью. Мы видим социальные справедливости в другом. И это гораздо более важная и мощная позиция церкви, чем выступать там с какой-то критикой, которую могут вполне, так сказать, светские СМИ. В этой связи ваша позиция по экуменизму. Вы, по-моему, один из тех священников, которые разделяют экуменистские. Я думаю, что Евангелие определенно говорит, что Иисус призывал своих учеников к единству. Да будут все едины. Чтобы мир понял, что ваша община, ваша церковь, это она создана Богом. Потому что все, что не от Бога, оно все разделяется. А вы можете принимать причастие вместе с католиками? У католиков? У нас это сейчас, так сказать, не благословляется, так скажем. И ради церковной дисциплины, конечно, этого не следует делать. Но вопрос еще до причастия далеко. Вопрос в том, чтобы нам не видеть врагов и захватчиков в католиках. Знаете, здесь я не могу не вспомнить слова святейшего патриарха Алексея. Это примерно было через год, 92-93 год, в каком-нибудь небольшом церковном собрании. Он сказал следующее, что когда нам было плохо при советской власти, то западные церкви, католики, претестанты, нас очень поддерживали тем, что они приезжали к нам, государственного свидетельства, веротерпимость и так далее. Теперь, когда мы стали свободны, нам стало хорошо, что правильнее будет? Сказать, что нам больше не нужны? Или сказать, что вы наши братья и сестры? Я думаю, сказал святейший, второе. Понятно. Конечно, в последующие годы он об этом так ярко не говорил, потому что понимал, что аудитория, так сказать, не готова к этому. Говоря о позиции церкви по отношению к властям, вам не кажется, что за последние годы, и в особенности последний год, наметился очень опасный для церкви, прежде всего, опасный развод, ну так скажем, церкви и креативного класса, церкви и болотной площади, которая, как бы к ней ни относиться, все-таки выражает стремление и чаяние очень нужной для России, очень прогрессивной части населения. Вот. И вот тот факт, что, ну вот скажем, я совершенно не вижу никакого православного голоса вот в том протесте, который формируется в течение последнего года. Я с вами согласен, но в церкви ведь люди тоже все разные, понимаете, и то, что священник не приходит на болотную площадь или не выступает, оказывается, открыто с поддержкой, это не означает, что при общении вот с своей пастой и прочее в личных беседах они этого не делают. А если пришел священник на митинг, были бы дисциплинарные какие-то меры? Ну, думаю, что да, но думаю, что это было бы все-таки как-то не очень уместно. Мне кажется, понимаете, все-таки у нас вот сфера нашей вот, ну скажем, работы, служения, все-таки это другое, понимаете, так же, как вот я, скажем, был депутатом в свое время Моссовета, вот, и я очень скоро понял, что это не нужно вот совмещать то и другое, это просто невозможно. Вы же были и в комиссии по помилованию. Это немножко другое дело, это все-таки не властная структура, там это было все уместно. Но даже там в Моссовете тоже первые годы было уместно, потому что пришли депутаты, которые вообще не понимают, чем отъедят церковь, вроде, так сказать, дают свободу, религия, что это такое. И многие вещи мы, так сказать, вполне здраво проводили. А потом уже это сейчас все знают, уже не обязательно. Не знаю, мне бы лично, мое мнение, хотелось бы видеть, потому что, мне кажется, священник должен быть там, где боль и несправедливость. И это не только в хосписе, а, скажем, боль и несправедливость, когда у людей украли голоса на выборах. Конечно, конечно плохо. И церковь должна быть там, где люди говорят об этой боли, и, так сказать, ее присутствие невероятно высоко ощутилось бы в среде протестующих. Но, вы знаете, с другой стороны, другие бы священники, скажем, не разделили эту позицию, поддерживая там другую партию. Почему патриарх Алексей в свое время как раз и выступил с тем, что не надо в представительные органы избираться священникам, потому что они могут оказаться в разных партиях. И вместо единства во Христе не будет какая-то политическая вражда. Отец Александр Минь тоже в свое время, когда ему говорили, вот почему-то не хотите избираться. Он говорит, что у нас есть своя сфера труда духовного, а там могут трудиться люди не в сане. Вот нашу работу за нас никто не сделает. А вот ту работу, там, на площади, скажем, на болотке, ее сделают много других замечательных людей. Не потому что мы умываем руки. Понимаете, есть как бы, ну, разные сферы приложения. Здесь, в связи с этим, невозможно ли, что сейчас происходит такой очень, опять-таки, опасный разрыв церкви и интеллигенции, если вообще осталась хоть какая-то интеллигенция. На фоне того, что происходило у нас, скажем, в 70-е, 80-е годы, то, чему вы сами были свидетелем, так сказать, организатором, учитывая все движение, которое было вокруг Александра Мения, то, о чем был, скажем, фильм Александра Архангельского «Жара», и так далее, вот этот вот поиск, богоискание интеллигенции. И вот, понимаете, состоялся вот этот вот приход, особенно, наверное, в связи с тысячелетием крещения Руси, там, вспомнить деятельность Аверинцева, Лихачева и так далее. И вот эта вот пустота, 20-летие наступившее после этого, и вот сейчас я лично не вижу вот этой смычки между церковью и интеллигенцией. Это вопрос правильный, и это то, что называют новые вызовы нам, и новые обстоятельства, которые мы должны отнестись с, так сказать, вниманием, с молитвой, и какие мы должны быть. Вы совершенно правы. Но все-таки наше главное вот задание, которое нам дано, идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Идите, сделайте вся народа моими учениками. Понимаете, политические страсти – это всегда, в общем-то, какая-то интрига и прочее, прочее. Это всегда, так сказать, баланс. Вот так делать, так делать. Это всегда что-то такое, какая-то другая. Это все-таки кесарево, сфера. Здесь, мне кажется, даже речь идет не о политических пристрастиях, а просто о культурном уровне паствы. Потому что, опять-таки, скажем, глядя уже столько десятилетий, можете сказать и за 70-е, и за 80-е, и за 90-е, и за нулевые, что нынешний культурный уровень у нас людей, ходящих в церковь, ну, так скажем, несколько ниже. Ну, про свой приход я не могу этого сказать. Ну, про ваш, я думаю, ваш скорее исключительный. Мы с вами, мы с вами, мы с вами, мы с вами, мы с вами. Ну, вы знаете, я, да, да. У нас половина кандидатов наук, наверное. Да, хорошо, но я в целом скажу. Вот как, например, я воспринимаю православие, вижу, понимаете, это кто задает норму в обычном храме? Это бабушки. Это вот эти вот бабушки, которые начнут шипеть и шикать, если, так сказать, не дай бог, забредет мужчина в шортах, если девушка зайдет с непокрытой головой, не туда поставил свечку, не то сказал, не так покрестился. И вот это вот они, собственно, являются голосом и нормой русской церкви. Вот эти вот бабушки. Ну, к сожалению, это так. Но на самом деле это все, так сказать, следы прошлого. Когда бабушки считали церковь своей отчины, у нас вообще как бабушек не очень. Может, от того, что храм в центре, хотя к нам приезжают многие людей пожилых. Вот с Толешниковой империулки, да? Да, но это как бы уже другого плана людей. Вы знаете, я думаю, здесь проблема не в бабушках, а проблема все-таки вот другой какой-то подбор духовенства. Потому что 90-е годы действительно, вот надо было срочно рукополагая, там все, и какой-то, в общем, недостаточно высокий культурный уровень самого духовенства. Идет именно отсюда. И вот здесь это действительно проблема для нашего священнодачалия, на которую надо обратить, наверное, такое более серьезное внимание. Ну да, собственно, очень часто, по-моему, я вижу какое-то невежество духовенства. Это какие-то люди, отставшие от времени, как будто вышедшие нам прямиком из XVIII или XIX века. А каков поп, таков приход. Ну вот да, к сожалению, у нас совсем мало времени остается. И вот здесь мы вышли на основную проблему. Потому что вся церковь, мне кажется, у нас вышла откуда-то из XIX века, целиком пропустила век XX. И вот сейчас это какое-то путешествие во времени. Конечно. Если человек идет. Вот как, что с этим делать? Представьте себе, что вот вы учили английский язык, так? И где-то в X классе вы перестали учить. Проходит 20 лет. Вот вы вновь верите за английский язык. Вы находитесь на уровне вашего X класса. Ну да. Или где-то V. Да. Вы отброшены. Тот же самый церковь, которая практически парализована с XVII-XVIII года, вот, она во многом ментальностью находится далеко за началом XX века. Скажем, в начале XX века очень многие вопросы, которые тогда поднимались, были очевидными. Устройство церкви, там, богослужебный язык и так далее. Сейчас вновь надо эти же вопросы поднимать сначала. То есть мы где-то это ментально находимся где-то в середине, даже в начале XIX. У нас возможно было бы или нужен был бы нам свой второй Ватиканский собор, который провели католики. Ну, наверное, сейчас пока еще рано. Пока нам предстоит вот какая-то длительная все-таки работа, изменения. Ну, вот да, понимаете, я сижу с вами, я понимаю, что вы другой человек и кандидат биологических наук, и приход у вас другой. Но в целом, понимаете, я не могу не видеть, что церковь – это заповедник какой-то самой дремучей архаики. И люди, в общем-то, туда идут за этой архаикой. И люди суеверные. У нас вот это все сплошь суеверие, обряды вере. Знаете, не все, не все. Во-первых, появляется вот все больше и больше священников, вполне образованных. Людей, которые действительно смотрят все, как у них, в прошлое, и не стремятся сделать из церкви некое гетто такое, археологический музей, вот, а отвечать на вызовы современности. И этих людей будет становиться больше и больше. Это очень сложный такой, очень сложный путь. И положение церкви сейчас действительно очень непростое. Дай бог, что происходит. Надо сказать, что вот патриарх Кирилл, как мне кажется, он эти проблемы понимает. И он поддерживает именно вот как бы обе стороны. И это, наверное, неизбежно, так сказать, для лидера церкви. Последний вопрос. Предвижу ответ, но не могу не задать, поскольку мы с этого начали. Слушайте, а вот в протестантской церкви есть же женщины-священники. Православное это вообще невозможно даже помыслить никогда? Да нет, я думаю, в этом нет необходимости. Ну, я думаю, что многие женщины с этим не согласятся особенно. Считывая, что и жрецы были. В конце концов, протестанты же. Не знаю, я думаю, что, я не знаю, мне трудно за другие приходы, но мне кажется, на нашем приходе 99-90 церкви вполне согласятся. С тем, что не нужно этого. У женщин масса других служений в церкви. Они могут быть катехизаторами, воскресные школы, всякие дела, милосердия. Полно всего. Евангельские группы вести, молитвы. Вот у нас есть всякие анонимные алкоголики, наркоманы. Пожалуйста, такая сфера. Не знаю, мое модернизованное политкорректное сознание здесь имеет свое мнение. Нет никакой необходимости. Вы знаете, еще такой шуточный, конечно, аргумент. Все-таки мужчины легче договорятся между собой, чем женщины. В стольких областях человеческой области деятельности это говорили. Тем не менее, женщины вели. Ну что ж, слушаю ваше, так сказать, прислушиваясь к вашему мнению. Напомню нашим слушателям, что у нас в гостях протеерия Александр Борисов, настоятель храма святых бессребреников Космии Дамьянов в Шубине. Это в Столешниковом переулке. Спасибо вам за этот разговор. Спасибо вам за возможность поговорить на такие важные темы. Это была программа «Археология» за пультом Иван Куприянов, продюсера программы «Дина Трубовская». Я ваш археолог Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи.